Друзья, всем привет! С вами Портал Инсургент и я, Гурьянова Юлия. Мы находимся на самом крупном этномузыкальном фестивале Москвы, Бамбукфест. Проводится он уже в третьей раз и организует его команда Цукини Прома, которая работала с такими звездами, как Алис Бар, Рада и Терновник, Сергей Старыс. Тихонько становится весело. Народ приходит в этнических костюмах, некоторые даже танцуют босиком, приходят со своими детьми. Похоже, что фестиваль носит оттенок семейного праздника. Друзья, похоже, мы не ошиблись. Бамбукфест носит характер именно семейного мероприятия. Здесь есть целый детский уголок, как в игре шоу мыльных пузырей. Можно прийти вместе с целой семьей. Пока на втором этаже проходит активная музыкальная и танцевальная программа для детей и взрослых, здесь на втором уровне расположилась лаунж-зона. Люди отдыхают, валяются на пуфиках. Желающие могут полюбоваться картинами местных художников и даже приобрести себе, сделать татуировку хрой или присоединиться к мастер-классу. Мастер-класс. Очень интересные мастер-классы проходят, друзья. Здесь девушки в славянских костюмах помогают гостям изготовить самостоятельно куклу-веснянку. Это славянский апперекс, символизирующий красоту и жизнь. Куклу в Древней Руси дарили близким людям в начале весны. У нас сейчас как раз начало весны. Очень символичный мастер-класс получается. И считалось, что эта кукла приносит своему владельцу здоровье и удачу. Приходите на этнофест, сделайте себе такую красивую куколку, которая украсит ваш дом и принесет вам здоровье и удачу. Субтитры создавал DimaTorzok. Находясь на этно-музыкальном фестивале, мы, конечно же, не могли обойти стороной металлофон. Это молодой родственник Ханга. Мы встретили на фестивале замечательного молодого человека по имени Карим, который и расскажет нам об инструменте и технологиях. Да, Юля, это молодые инструменты, они появились в 2007 году, и прошло вроде бы 10 с небольшим лет, и они стремительно, стремительно, набирают популярность за счет нескольких вещей. Во-первых, потому что инструмент имеет очень интересный звук, как и Ханг. Глубокий, чистый, длинный сустейн, металл вообще очень хорошо со звуком дружит. И эти инструменты настраиваются не как пианино в длинный хроматический ряд, что надо уметь на нем играть, надо искать какие-то гаммы. Они уже настроены в тональности определенной, и промазать мимо невозможно, особенно в пентатонической тональности. Она подходит абсолютно всем, как начинающему человеку, так и опытному музыканту. Поэтому очень большой у нее охват интересующихся. Откуда же у нас появились такие инструменты? Кто говорит откуда, кто-то говорит из Африки, кто-то говорит от индейцев еще в средние века, но металла тогда было очень мало. На самом деле он появился в 2007 году в Америке. Денис Хавлена такой сделал свой первый металлофон, вся на заднем дворе из садового баллона. И эта тема дальше пошла, пошла развиваться. Сейчас уже от баллона тут мало чего осталось. Все видоизменяется. Но принцип звукоизвлечения тот же самый. Очень длинный, красивый. Эти прянички железные приехали из Вятки, проделали не очень долгий, но и не близкий путь. Вот сейчас лежат, будут радовать москвичей. Слышала, ты узнал о фестивале за два дня и приехал. Да, я очень хотел сюда попасть, очень. Все силы потратил на пожелания, чтобы сюда приехать. И так получилось, и за 36 часов, которые оставались у меня до отъезда, вот мы с ребятами сделали эту партию. Они такие, с кровью дались. В наших пряниках, у нас бренд железный пряник, они немножко отличаются от остальных. Много в России, кто делает. В каждом городе есть один, два, то и три мастера, которые этим занимаются. Но у нас кузнечный цех профессиональный, мы владеем многими технологиями. И вот в наши инструменты мы добавляем разные фишечки. Например, ционирование поверхности, которое используют в хангах, когда поверхность металла насыщается азотом. Потом демпфирование корпуса. Мало кто использует. Большинство, на самом деле, металлофонов звучат, как тазик. Тазик железный, тазик чайник. Потому что у них звенит корпус, и мало звенят язычки. Мы демпфируем корпус, получается звук только язычков. Ну и различные другие штуки. Наши пряники достаточно хорошо сделаны. И поскольку мы живем на вятке, мы можем их делать недорого. Мы активно работаем с регионами, высылаем в любую точку мира. У нас и в Америке есть дилеры, и в Европе, и по России мы работаем. Так что заходите к нам в группу. Друзья, настоящие выстраданные инструменты, на что готовы люди ради искусства за два дня собраться, сделать много инструментов и приехать аж за... Полторы тысячи километров. Полторы тысячи километров. Достойно внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на меняющиеся погодные условия, ребята продолжают тусить, а группа... MC Макеи, товарищи... продолжает зажигать. Конечно же. А на самом деле нам даже не надо создавать условия для того, чтобы мы создавали праздник. Нам просто надо прийти в какое-то место, и он сам начинает распространяться. Нет, нам нужны условия, нам нужны максимальные препятствия, чтобы мы в конце концов как-то вышли на улицу и просто сделали праздник, да, онлайн, прямо в онлайн-режиме. А так мы будем делать праздник дома, кому это интересно? Нет, нам-то классно! Нам-то классно! Нас балуют, да, сценами, хорошим звуком, но это бывает не так часто. А потом, когда мы немножечко расслабимся, Вселенная нас осаждает и говорит, «Ребят, ну идите на улицу, еще вы себя корчите». Ну так обычно происходит. Мне кажется, у всех музыкантов так. Да, у всех хороших нормально. Чем вы сейчас занимаетесь в жизни? О чем творчество? О чем пишите песни? Ну, творчество о веселом, о позитиве. И лирика пробивается, куда без нее. А без лирики как? Ну, да, ну, как. В наше это будет. Это не, ну, на самом деле, это мы со стороны такие суровые парни. У нас там есть сердце, оно бьется, правда, бьется. И иногда даже страдает. Вот, и это все выплескивается, к сожалению или к счастью уж как получится? К счастью, конечно, к счастью. К счастью, да, конечно. Ничего себе, великие все поэты же, не от хороших, не от хорошей жизни все это. Опять же, отравление всяческого образа. И как в фильме было, Невы, как это еще? Не знаю, о чем-то я потерял. Это был такой фильм, когда логопед пришел и говорит, Невы, атмосфера, рыба, селедка. Вот это все заставляет нас писать. Да, потому что, ну, как еще мы черпаем же из того, что нас окружает? Конечно. Будущие великие музыканты. Мы? Мы уже великие музыканты, подожди. Вопрос, можно еще раз? То есть для моей мамы я величайший. Да нет, мы уже давно великие. Мы просто-напросто еще, ну, просто как-то это не все еще догнали. А так-то уже, по-моему, все очевидно. Ну, нам не нужна вот эта масштабная слава, потому что друзья поняли, мы вот самоутвердились, все, у нас есть 30 лайков, это нам достаточно. Да, а 30, уже поставили еще один. Как их характеризуетесь в вашем стиле? Как мы характеризуем наш стиль? Ну, у нас хип-хоп. Фанки, фанки, роп, хип-хоп. Я на самом деле, можно эклектику. Блюз фанки, хип-хоп. Без блюза никак. Да, без блюза никак. У нас вообще эклектика. То есть намешать все, свернуть, короче говоря, и так, чтобы все живое мешало. Как говорил Есенин, розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Мы продолжаем дело Есенина Сергея Александровича. Как вообще образовался ваш коллектив? Чем вы занимаетесь сейчас? Где выступаете? Выступаем? Никита нас всех собрал. Никита нас всех собрал. Он сделал минуса и говорит, типа, ребят, я сделал минуса, но я один стесняюсь. Постойте со мной на сцене. А в общем, у нас инструменты есть. Попробуйте поиграть. Он нам включал минуса, и мы под них как-то пытались играть. Но со временем нам удалось переманить его на какой-то такой живой концерт. Типа там акустики и прочее. Потому что чем тише люди играют, тем это профессиональнее, я считаю. Ну, может, в руках. Нужно создавать камерные... Да, и нам удалось его перевалить. Мы стучимся в сердце каждому зрителю. Абсолютно. Сюда говори. Я туда смотрю, я же стучусь туда, к сердцу зрителя, да, видишь же, да? Мы стучимся... Плавится, плавится. Он на пито-гопейский... Как вам вообще фестиваль? Отлично. У меня прекрасный. Вот видим прекрасный двор. Да, а главное перемены. Я люблю перемены. Я не люблю сидеть на месте. И вот мне нравится, что было солнечно. Такое синее небо. Но могу поспорить, вы никогда не выступали на такой сцене с грузовиком. На Зиле, на Зиле. Не надо, не надо. А не только Амаз нам не платил, а Зил платил. Амаз нам не подошел. Да, да, да. Как это называется, когда в фильмах... В фильмах... Хроматин? Ну, постпродакшен. Нет, 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 постпродакшен. Нет, когда реклама в фильмах там поставить. Чувак подъехал на Тесла. А это реклама Тесла, а не просто он на нем подъехал. Что можете пожелать нашим зрителям, гостям фестиваля, своим слушателям? Нашим зрителям мы хотим пожелать наслаждаться жизнью, музыкой, вибрациями. Все, что отходит как бы от людей, которым есть чем поделиться. То есть, кто мы есть сами, по себе. И, ну, не знаю, просто радоваться жизнью. Вот видите, как все быстро меняется. Сейчас может измениться все тотально. Сейчас ураган всех унесет. Поэтому у нас есть последние минутки, может быть. Может быть. Ну, давайте все-таки попытаемся скрыться. Да, да, да. Дальше, смотрите, будет интересно, но уже внутри. Главное верить, главное верить, что все будет хорошо. Главное верить, что ничего не наступит. Есть мантра, называется «Улетай, туча, улетай». Разве ты не видишь тучи, без тебя намного лучше. Если петь ее 15 минут без перерывов, она улетит. Я пробовал 10 тысяч раз. Мы пойдем петь мантры. Может быть, дождик уйдет. Улетай, туча, улетай, туча, улетай. Ну что ж, она сейчас улетит, и мы продолжим концерт здесь. Спасибо. Друзья, мы находимся на первом уровне фестиваля. Он проходит на целых двух уровнях. Здесь настоящий рай для музыкального гурмана или для любителя красивых украшений и одежды. Вот мы нашли проект, который нам приглянулся. Здравствуйте, расскажите о себе. Здравствуйте. Меня зовут Александр Дунгур. Я делаю музыкальные инструменты, такие как бумы и барабаны. Наш проект, еще мы продвигаем шаманизм вообще в целом по миру. Наш проект, у нас будет фестиваль «ЗОВ 13 шаманов», будет проходить в Туве. И там будут шаманы со всего мира участвовать. И, ну вот, а лучше об этом расскажет вот эта девушка. Здравствуйте. Я директор школы этнической музыки Николая ЖК и организатор фестиваля «ЗОВ 13 шаманов». Здесь мы представляем наши инструменты. Вообще наша миссия фестиваля и работы – это развитие сознания человечества. А почему именно шаманская культура? Что в ней такого, что наше человечество… Что можно открыть, да? Да, с помощью шаманов. Что можно открыть? Наверное, это древние знания, которые идут из глубины веков. И шаманы связаны с природой и с землей. Они всегда молятся небу, земле. Здесь нет церкви, нет каких-то таких структур, системы, которые есть у нас в государстве. А есть культура, есть природа. И на нашем фестивале у нас будут шаманы со всего мира. И мы будем проводить конференцию о том, как сохранить экологию Земли, как развить сознание человечества до того уровня, чтобы мы сохранили нашу Землю. То есть спасение человечества в шаманизме. За спасение человечества? Спасение человечества в шаманизме. Ну, я бы так громко не утверждала, конечно. Но это один из путей. Один из путей развития человека и открытия в себе какого-то потенциала. Спасибо. Сможете что-то сыграть? Сыграть? Сыграть у нас может Саша. Наш мастер. Да, могу. Чувствуете вибрации? Бубен. Бубен – это инструмент, один из главных инструментов шамана, с помощью которого он отправляется в свое путешествие. Поэтому он должен быть обязательно живой, из натуральных компонентов сделан, из кожи, животного, дерева, и пройти ритуал освящения. А на уровень здоровья сознания человека как-то влияет? Игра на барабанах, этническая музыка, как Вы считаете? Я считаю, конечно, влияет. Потому что звук – это вибрация, а энергия – это тоже вибрация. И оно, естественно, влияет на разные части тела, по-разному, разное сознание. Игра, вот, например, игра на бубне, она очень бодрит, если поиграть. Ну так, если просто физиологию. Она бодрит, придает сил, энергии и снимает стресс, как минимум. А Вы владеете музыкотерапией? Ну, я нет. Я провожу мастер-классы по созданию бубны. Как их делать. То есть, друзья, если захотите оздоровиться, съездить в Туву 25-го, 30-го июня на зов шаманов, Вы знаете, к кому обращаться.